Всем здорова, ребят! Рад всех снова поприветствовать, да, видосов не было больше месяца на канале. У меня там были свои личные трудности, так сказать, некоторые. Но сейчас я возвращаюсь, и за этот месяц очень много всего произошло. Вот, события, которые повлияли на весь мир, я думаю, вы прекрасно о них знаете. Ну и сегодняшним видосом я хочу так немножко все объединить, да, подвести какие-то вот промежуточные результаты, да, как вообще у нас сейчас обстоят дела, как можно принимать платежи, как вообще сейчас работать, что поменялось в индустрии. В общем, об этом всем хочу сегодня с вами поделиться, рассказать, поговорить. Я надеюсь, этот видос будет для вас максимально полезным, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас всем нужна поддержка, да, мы все оказались в непростой ситуации, непонятно, что делать, что будет дальше. Короче, вообще ничего не понятно. И вот как раз-таки, чтобы нам хотя бы хоть где-то объединиться, да, быть вместе, поддерживать друг друга, я начал вести опять свой ТГ-канал, ссылочка будет на него в описании, заходите. Я там выкладываю всякие фишечки, там люди про многое узнают первыми, потому что туда я буду прям сразу что-то узнавать, постить. Также там буду делать статьи, делиться информацией, в том числе той, которой на Ютубе нельзя делиться. Также там у нас проходят ивенты, вот, недавно прошел буквально вчера стрим, на котором мы выбирали трех победителей, да, вот я выбрал три бита, которые пойдут на мой сайт, на мои соцсети, и я выставлю все на продажу. В общем, ребят, надеюсь, вы поняли, так как никаких предпосылок к блоку ТГ нет, я хочу там сделать максимально сплоченное СНГ-комьюнити, с которым мы будем дальше двигаться, да, так же, как и раньше развиваться, и вот пушить в сторону запада. Так что залетайте, всех жду там, скоро там будет много ивентов и крутых статей, постов. Ну и погнали. Первое, про что я вам хочу рассказать, это вот то, что вам нужно применить прямо в ближайшие дни, потому что, возможно, это скоро пропадет. Те, кто подписан на ТГ, знают уже об этом пять дней. В общем, появилась новая фишка абуза Битстарса, как раньше, да, помните, год назад примерно в это же время она появилась, то есть вы отменяете подписку и выбираете то, что у меня нет продаж на площадке. Тогда Битстарс вам предлагает еще дополнительный месяц бесплатной подписки, плюс 20 долларов на промо у них на площадке. И еще, если вы возьмете, зарегистрируете новый аккаунт, введете промокод, промокод, я вот подал им заявочку, чтобы они сделали мне личный промокод. Если к выходу видоса все успеется, то я его оставлю вот здесь. Если не успеется, то либо поищите в интернете, либо я найду тоже какой-то промокод и прикреплю сюда его. Короче, таким образом можно, ну, сэкономить достаточно много средств, получается сколько? 40 долларов. Это почти 6 тысяч. Правильно же. Ну, короче, там, смотря по какому курсу взять, 5 тысяч, наверное, где-то можно сэкономить, плюс еще 3 тысячи получить на промо. Это очень-очень весомо, солидно. Так что, ребятки, используйте быстрее, пока это не пофиксили. То есть 2 месяца плюс 20 долларов промо. Берем, значит, вот так вот, выбираем здесь 10, input 2, выключаем все лишнее и ставим на запись. Так, вот такой, короче, у нас получился набросок. Сейчас мы давайте... Нам надо, короче, теперь из этого сделать вот такую штучку. Сейчас мы нажимаем Edit in Time Warper. Эта штука позволяет, не особо запариваясь, типа, выровнять гитару. Ну, понятное дело, что я сейчас буду, типа, переписывать вот эту часть, но просто, чтобы нам было от чего оттолкнуться и понимать, как она звучит, в каких долях, типа, что играет. Все, уже звучит неплохо, но записано очень криво, очень коряво. Вот эти вот все, что мы подравнивали, очень сильно слышно, вот эти фазовые искажения. Нам, короче, это, ну, не нужно, поэтому мы вот просто основываясь вот на этом, теперь запишем нормально. Так, ну и вот, короче, мы записали несколько партий, да, теперь выровняем это все. Все тоже выносим. И сейчас мы будем выбирать, что нам больше всего подходит. Так, лучше я, наверное, вот сюда драмки сразу подставлю, чтобы понятие было вообще, как это с драмками звучит. Ну и, короче, вот, записав все эти штучки, я тут подрезал, поднарезал, и у нас получилось две разных гитарных партии. И будем их просто чередовать для небольшого разнообразия в основной прогрессе. Так, вот таким резким переходом мы переключаемся к темке. Самое главное, конечно же, конечно же, что у всех вызывает сейчас вопросы, это уход PayPal из России. PayPal в России нельзя открыть никаким образом, использовать тоже нельзя его никаким образом. Короче, все, PayPal для нас не существует. И сейчас у нас есть несколько путей решения данной проблемы, да, чтобы челы не с России могли покупать у нас биты. Первое, самое простое, мы можем просто подключить BitStars Pay. Делается это нажатием одной галочки. Вы заходите в My Media, Payment Accounts, и вот здесь вот, нажимаете просто вот эту галочку, и все. BitStars Pay активен. В чем его прикол? BitStars принимает деньги на свой PayPal, и потом он вам вот сюда, ваш счет именно их будет начислять, откуда вы потом уже сможете выводить их. Вы вот здесь заходите, Your Finances, Wallet. Вот, и вот здесь у вас в Wallets будет все транзакции, то есть, вот я ставил BitStars Pay, да, день чисто протестить, как это работает. И вот, пришло две продажи, одна на 30 долларов, другая на 100. в итоге пришло 27 здесь, и 90 долларов здесь. 10% BitStars комиссии забирает себе. Как было написано, это только на время бета-теста такая тема. Потом они, видимо, что-то по-другому сделают комиссию, чуть поменьше, я надеюсь. И здесь, короче, прикол в чем? В том, что деньги удерживаются на 30 дней, то есть, вывод, допустим, продажа была 22 марта, эти деньги на свой счет, вот сюда я получу только 22 апреля, и потом их можно будет вывести. Но вывод, пока что для России недоступен, так как Visa и MasterCard не работают, PayPal тоже нет. Видимо, за время бета-теста они хотят сделать какую-то еще другую штуку, чтобы мы могли выводить в крипте. По крайней мере, я на это очень надеюсь, и мне в это хочется верить. В общем, вся система работает так, ничего сложного, все максимально просто, и если у вас вообще нет никаких альтернатив, это лучший вариант, потому что он все равно позволяет, вы эти деньги никуда не теряете, они все равно к вам приходят, просто вы их сможете вывести чуть-чуть попозже. Но так как у меня получилась такая ситуация, что есть знакомый с Европы, с Испанией, с PayPal, то мы просто подвязали вот его PayPal, и деньги принимаются на него. В общем, на Битстарс сейчас есть только два варианта, либо Битстарс Пэй, либо вы находите PayPal какого-то знакомого человека, у которого он работает. В общем, в новых платежных методах ничего сложного нет, есть небольшие проблемки с выводом, а все остальное работает четко. И еще хочу с вами поговорить насчет вообще вот всей ситуации, что сейчас происходит, как на нас это повлияет. на мой взгляд, если, ну, если не будет полной отмены России, то на нас это не должно сильно повлиять, потому что если у нас будет доступ в интернет, значит, мы сможем все спокойно делать так же, как раньше, общаться, да, с людьми, коммуницировать, писать коллапчики, продавать биты, и все в этом духе. Да, заблочили Instagram, это, конечно, неприятно, но есть еще там миллионы различных вариантов, как можно коммуницировать с людьми, плюс, есть еще всякие обходные пути, так что это вообще пока что не проблема, самое главное, чтобы не забанили YouTube, но вроде как YouTube выполнил все основные требования Роскомнадзора, поэтому в ближайшее время его точно не планируют блокировать, если ничего такого экстравагантного не произойдет. Самое главное изменение, которое произошло, это вот внутреннее состояние, да, какая-то рассеянность, растерянность, потеря смысла для многих в битах из-за того, что нет возможности принять оплату, и вот если у вас, например, пропала мотивация что-то делать, там, писать биты и так далее, только потому, что вы не можете получить оплату за бит, то подумайте вообще, то ли это сфера, в которой вам нужно развиваться, потому что, ну, если вы здесь только из-за денег, то, пацаны, денег можно заработать намного больше в других сферах, потому что, ну, биты, это реально тяжелая темка именно в плане ведения бизнеса, а для тех, кого именно выбила из колеи происходящая ситуация, да, в плане непонимания, что будет дальше, пацаны, я вам хочу сказать то, что у меня тоже была такая тема, то, что там первые две недели я очень активно там следил за всеми событиями, смотрел всякие новости и так далее, было столько негатива и очень-очень много странных вещей вот именно внутри, что ты не до конца можешь вообще это понять, какой-то у тебя, да, тильт, какое-то вот волнение, что-то типа такого на тебя нагнетает постоянно, и я просто в один момент понял, что если от этого не избавиться, то лучше точно не будет, поэтому я абстрагировался от всей этой вообще темы, от всех новостей, от всего-всего-всего, и сейчас вот я сконцентрирован полностью на битах, на ТГ-канале, да, в котором мы вместе с вами общаемся, сплочаемся и так далее, и сконцентрирован на том, чтобы как-то вот те ограничения, которые на нас накладывают, мы могли обойти, да, использовать как-то в нужное русло, здесь стать просто сильнее благодаря этому, чему-то научиться, да, допустим, все вот эти ограничения теперь заставляют нас изучать криптовалюту, крипторынок, как это все работает, как выводится, как покупается и так далее, а вот я, например, никогда в этой теме до не варился, и, наверное, и не стал бы, но вот время заставляет развиваться. Еще хочу сказать, что все эти события для меня, как вот для обычного человека, они максимально непонятные, да, то есть вот эти пустые жертвы, непонятные мотивации и так далее, то есть я просто не могу понять вообще смысл того, что происходит, и хочу сказать, что если в комментах там будет какая-то дискриминация украинцев или дискриминация русских, вот просто какие-то политические темы подниматься в острой форме, все люди, кто будут этим заниматься, я всех буду блокировать, потому что, ребят, у нас, ну, сообщество вообще не об этом, да, мы одна большая семья, да, случилось, то, что случилось, это ужасно, просто огромные, гигантские, там, потери, да, людей с одной и с другой стороны, короче, вот эти события, это настоящая трагедия для нас, для комьюнити, для СНГ, вообще для всего, но я хочу, чтобы это нас не разобщало никаким образом, чтобы это нас, наоборот, сплотило, и мы вместе через это прошли, короче, ребят, если вы реально хотите писать биты, развиваться в этом, поработать с какими-то артистами, то сфокусируйтесь сейчас вот на этом, в общем, ребят, если вы действительно сейчас хотите заниматься битами, развиваться в музыке, поработать с какими-то артистами, сфокусируйтесь лучше на этом, да, вложите свою энергию, время вот во все это вместо листания ленты нагоняния самокопания и всей вот этой темы потому что все равно это вам особо ничего не даст то есть если вы будете знать там все последние новости для конкретно битов это вам вообще не поможет никим образом но еще расскажу залетайте ко мне в т.г. будем собираться всем снг комьюнити будем огромной силой и вместе развиваться и проходить через эти сложные моменты в нашей истории ну а теперь погнали дальше к капу бита так короче у нас есть основная прогрессия аккордов да теперь я взял другую гитарку сейчас мы ее немножко под настроем по звуку и на что она была четко она более более такой было утопленный грустный чё там типа такого и и и и и и и ну и вот смотрите записал короче пять разных у нас получается доп мелодии тут есть и хотел прописать голосовые вставки но у меня аркейд закончился к сожалению так как у нас нет возможности с россии с нашей карты оплачивать сейчас мы попробуем забудить одну схему ее нам скинули в чат но по-моему там было переслано сообщение от потайтоса вот если это сейчас работает то респект ему короче какая то есть тема банков она дает возможность выпустить виртуальную карту get started вот так написано please check your phone сразу же написали ватсапе карты среди хиро и кардитейлз все у нас есть номер карты дата окончания действия севере это пока все что нам нужно давайте теперь зайдем аркейд и попробуем так 30 days free это это не то что нам нужно нам нужно 100 days free правильно ну вот короче по той самой ссылочке захожу чтобы получить аркейд на 100 дней вот ведь 100 дней вводим е-мейл хип-хоп новичок допустим напишем здесь же все данные там вот как раньше мы делали хельсинки в общем все 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 эти штучки напишу здесь apart 12 пусть будет нажимаем продолжить и вот здесь самое главное что нас интересует поймет вот это вот карту которую мы только что зарегистрировали через банков сейчас мы попробуем ее сюда ввести 40 и так вот я вел все данные теперь нажимаем что нажимаем get аркейд и о чудо она сработала вау я пробовал короче и с пейпалом и пробовал с мировскими картами ни с чем не срабатывало а вот здесь у нас работала так что способ рабочий еще если разобраться как эту карту пополнять там через скрипту вроде только можно короче если вы разберетесь как пополнять эту карту еще это будет дополнительный плюс вот спасибо патайтосу за данный метод реально рабочий хз только надежно ли вот это вот все предоставление данных на вот этим челом и все такое но узнаем узнаем если что-то меня взломают я вам расскажу об этом теперь мы заходим заходим в аркейд welcome to arcade и лесен самое главное в аркейде вот этот вступительный ролик посмотреть до конца чтоб он больше и больше никогда не появлялся смотрим его до конца наслаждаемся жизнью и радуемся что у нас опять на 100 дней аркейд бесплатный и получается если разобраться с этой картой и научиться пополнять через скрипту то можно будет оплачивать и подписки и все 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 что нам необходимо для полноценной жизни все мы посмотрели видосик все работает шикарно теперь мы выберем давайте какую-нибудь библу естественно естественно hooked о есть всякие новые отлично сейчас мы протестим что у нас за новые библы в аркейде тональность у нас была д диез минор очень-очень хорошая библа сразу прям с первой с первой тычки библи библи так и обязательно конечно еще пропишем вас ну и дальше я приступаю к обработкам всего вот этого вот что у нас получилось ну и вот мы уже на финишной прямой я закончил с обработками у нас получилось смотрите основная гитара я ее сначала срезал просто низкий частот чуть-чуть верхних накинул api компрессор пресет гитара чутка подкрутил здесь треш-холд и получилось ну просто короче выровнял по динамике немного гитару потом отправил на второй канал и добавил такие обработки параметрик дилей фаб фильтр rc20 и ривер те же самые обработки кинул сюда немножко поменял здесь панмена добавил чтобы немножко прям гуляла по ушам так и вот здесь на четвертом канале короче такие же обработки как на третьем ничего интересного это вот эта гитара у нас и получается вот здесь на пятом канале у нас вот это вот голубенькая гитара это высокая гитара которая записывал последний ее достаточно сильно обработал короче сначала взял пресет султан of pop но потом я вот здесь поменял на фанки клин и это короче вообще уже другой пресет полностью получается но ладно звучит это все вот так и вместе со мной короче зайтовленский бас здесь мне очень нравится поэтому возьмем какой-нибудь хорошенький спинс такой наверное возьмем короче мы короче вопрос подмешаем вот он у нас будет тихий чуть-чуть чуть-чуть давать призвук такой интересный и все закинем это на и вот здесь короче непонятно а все я понял что не так тут же буст все я думаю почему так звучит так возьмем какую-нибудь медиа хэта ну и осталось биток чутка прям подсвести мы включаем основную мелодию сначала таки как-то слабенько бьет сейчас мы его сейчас наверное где не висим да у нас на 16-ой реке ну допустим так 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 ну и чутка под сай че ним кекс 808 кидаем на кик пик контроллер баланс кидаем на бас здесь нажимаем права кнопкой мыши link to контроллер пик пик пока еще не уверен насчет вот этой вот части что-то она как-то странно немного звучит на чистую голову нужно будет еще разок послушать вот но и сегодня у нас получился вот такой биток плюс ко всему да там некоторую информацию определился по битстарс вообще по питам по будущему нашему и по всей этой штуке вот надеюсь вам было полезно сегодняшнее видео залетайте ко мне в телегу пишите в комменты обязательно темы для следующих видосов короче всем большое спасибо кто остается со мной всех обнимаю до следующих видосов за Vayно 0 0 0 0 0 0 0 0 Субтитры создавал DimaTorzok